Не понял, это что за рукоделие? Кэп, ну, ты же сам понимаешь, времена такие, как бы, ничем не брезгуем. Деньги на донат нужны. Вот, открыл свое небольшое дело. Деревянными членами торгую. Да ты че, братишка, не нужна эта шишка? По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки. Полетят мозголомой, как с напильника стружки. И с таким набором на дип точно пойдет. Хе-хе, бой! Билдосик подождет! Броня-авангард и могучие пушки. Броня-авангард и могучие пушки. Монгард и могучие пушки. Броня-авангард и могучие пушки. Че, старый, на кибершпрот потянуло? Вы не понимаете, это другое. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и турнир по мясорубке. Free for all, так сказать. Прежде всего, стоит сказать о моем отношении к данным турнирам и истории их появления. А история, когда я ее вспоминаю, до сих пор нехило так накаляет градус моего пукана. В году, так, в 2014-2015, я писал разработчикам, в том числе и Миши Хаймзону, писал, ребята, давайте сделаем турнир по мясорубке. Вы знаете, я так люблю этот режим вообще в шутерах. Я так зафанател, я катаю почти 24 на 7, все свободные дни, которые у меня только есть, всеми вечерами. Я научился играть практически как киберспортсмены, и многих из них в этом режиме обыгрываю. Давайте сделаем турнир по мясорубке, хочу приобщиться, вот прямо вот поучаствовать. Мне четко говорили, Рокутагин, нифига, иди ты лесом, что ты пристал с этой мясорубкой? У нас есть подрыв, настоящий, общепризнанный во всем мире киберспортивный режим, а ты мясорубка какая-то, мясорубка. Это такой, понимаешь, режим чисто тренировочный, это же не серьезно. Ну я, конечно, как бы нормально это воспринял. Сказал, пошел, ну в жопу, сука, опечалился. А в 2017 году вообще вышел Фортнайт, я ушел в него, и в Варфейс в течение года заходил только видосик сделать. И вот в этот самый период, когда я на Варфейса фактически забил и пошел играть в Фортнайт, разработчики Варфейса радостно объявляют. Ребята, у нас турнир по мясорубке, да там и призовые фонды, и ачивки, и все дела, залетайте, участвуйте. И я такой, зайдите. А главное, вовремя. До сих пор, сука, горит от этих воспоминаний. Ну я еще больше опечалился, и в итоге в Варфейса до последнего времени я играл не особо много. Все по той же причине, у меня бомбило, да. Я такой человек, знаете, не запамятный. Ну а там еще и забуду. Но в последнее время что-то как-то даже мне захотелось. В последние где-то месяца 3-4 я стал задротить. Вначале меня нагибали очень жестко, потому что сейчас пригород такой мощный. Там всякие Баамки, Ланис, там все вот эти джади бегают. Такие прямо нагибаторы, сука, как я когда-то, когда был молодым. Но потом я потренировался, и все так же сосу, но уже менее уверенно. Ладно, эту всю историю мы много раз слышали. В чем суть турнира? А, как бы, суть в том, что верблюбы суть прямо в песок. Да. Турнир поделен на две части. Первая это отборочные, и вторая часть это уже, как я понимаю, будет на турнирном севере. Это уже финальная часть, тысяча лучших игроков. Там между собой, сука, полнейшая мясорубка будет. И лучший из лучших, а потом еще лучший из лучших. И в итоге как бы определятся победители. Меня вы там, скорее всего, не увидите, но тем не менее. Самое главное это отборочные. В общем, будет 8 этапов. Вот, каждый этап по 3 дня, по 3 часа в этом дне. Дню, дне, да, в сутках, короче. Вы поняли. С 18 до 21. Заходите, старайтесь сделать как можно больше фрагов. 250 лучших игроков за эти 3 дня попадают в финал. Переживать не стоит. Многие скажут, ой, ну я так не смогу много... Я думаю, что нифига там не так уж и много будет в итоге людей, которые много фрагов будут набивать. И практически каждый желающий просто, которого 3 часа будет играть 3 дня подряд, он как бы на изи пройдет. Я думаю. В крайнем случае нет. И каким классом планируешь надебать? Ты на турнире Рокут 1? Ну, ты знаешь, мне кажется, тут вариантов всего 2, может быть. Это, друзья, конечно же, либо штурмовик, либо инженер. Но в связи с тем, что сейчас на ПТС у нас понерфили САР, то, я думаю, инженер будет актуален на картах Депо и, возможно, Лес. Да, вот на этих картах он будет плюс-минус нагибатор. А на всех остальных картах, мне кажется, без шансов будет божить штурмовик. Ну, понятно, кто еще у нас вообще король мясорубок, как не штурмовик. По-моему, ну, медик еще. Но, извините меня, как бы тут в финальной части, когда особенно все это будет происходить, там вряд ли в комнате будет 16 игроков. Хотя всякое может быть. Там, скорее всего, будет либо по 12, либо по 10 будут запускать. И там медик уже будет, как бы, не такой нагибатор, как бы ни туда, ни сюда. Плюс не забывайте, что в финальной части надо к ней сразу готовиться. Ну, мало ли, вдруг мы пройдем, как говорится, да. Надо готовиться к финальной части, и там почти наверняка карты-то разные будут. Там не только при игры будут играть и Депо какой-нибудь, или там, скажем, Пагоду. Там все карты будут мясорубки почти наверняка, хотя хрен его знает. И тут, как бы, штурмовик, прямо, ну, лучший выбор из всех, возможно. Что касается оружия, ну, я думаю, у инженера понятно, это САР и СИГ-552 Командо. А вот у штурмовика выбор очень широкий, и вы знаете, тут, как бы, однозначно нельзя сказать, вот, надо только с этим играть. Будет зависеть от того, друзья, с чем у вас лучше получается. Ну, это, мне кажется, это ясно, понятно, вот с чем у вас получается, с тем вам и стоит в первую очередь играть. У меня ситуация такая, что у меня две пушки, это Шурфаер и МСБС Гротт. Гротт, тем более, сейчас еще апнут, у него будет 90 урона, это вообще сука фантастика, ребятки. Но, возможно, все-таки я буду играть Шурфаером, по одной единственной причине, 60 патронов, и вот на мясорубке это однозначно решает. Так что, скорее всего, будет Шурфаер, но Гротт со щитов тоже не вкидывай, может быть, в итоге пойду с ним. Ну, давай, братуха, удиви меня, скажи, как ты оцениваешь свои шансы? Шансы свои, кэп, оцениваю максимально. Шансов нет! На самом деле, никто этого не знает, у кого какие шансы, на кого налетишь, какая сетка будет, в мясорубке даже тупо как игра иногда пойдет. Потому что бывает так, что тебя прогонят по респавнам, и вроде как ты мог, но нифига в итоге не сделал. Но, тем не менее, это не повод не участвовать, почему бы и нет, если хочется. Всем любителям мясорубки рекомендую, но особенно, мне кажется, это, знаете, для кого интересно? Для ребяток, которые хотят пробиться в киберспорт. Тут ведь есть одна проблема, подводные камни некоторые. Почему? Потому что, понимаете, для того, чтобы пойти на командный турнир, надо иметь нормальную команду. А для этого, что такое нормальная команда на турнире, скажем, подрыв? Это пацаны должны знать все смоки. Это пацаны хотя бы должны знать дефолты, дефолтные тактики. Как, куда, кто с кем подсаживается, что делает. Это все пацаны должны уметь аимить. И при этом они должны все играть одним стаком. Постоянно. А не так, что сейчас с одним играет, завтра с другими катает. Ну, как обычно у ребят на РМе везде происходит. Ну и плюс к этому, конечно же, желательно катать какие-нибудь там фтойды, что-то такое. Чисто кибершпротное. И даже если вы такой упертый, вы это все делаете, не факт, что у вас есть команда, которая с вами постоянно этим занимается. И типа вот вы готовы действительно к турнирам. Часть всего получается так. Один-два как бы стараются, все это изучают, все могут, короче, тренируются. Остальным глубоко пофиг. Они там как-то все вместе собрались перед самим турниром, пошли до одной, там, 128-й, дошли, отсосали до свидания. А тут, молодые люди, если вдруг вы так прямо хотите в киберспорт, не советую. То вы можете показать себя неплохо в турнире по мясорубке. И уже как минимум галочка типа вы хороший аимир у вас есть. И уже можно, ну, теоретически попроситься в какой-нибудь, конечно, не тир-один, не супертоп-команду. Но в какую-то команду второго, третьего эшелона вас как минимум могут взять попробовать, да. И если там вы себя покажете, выстрелите. Вот, пожалуйста, вы кибершпрот. Сочувствую, сука. Так или иначе, всех люблю, кто хочет, участвуйте. Ссылка в описании первая. Вы можете участвовать в турнире, потому что, как всегда, половина желающих просто не найдут. Потому что новость там на сайте уже уплыла. Вот, проходите, регистрируйтесь, если нравится. Участвуйте, ну и самое главное хочу вам сказать. Good luck, have fun. Уверен, ты сольёшь ещё на отборочных.